ну не отпускает первые полосы сми повестка с гаражом особого назначения в госдуме до защите пересаживания с отечественные автомобили и вот сколько мы об этом стало известно что вице-спикеры государственной думы будут ездить на автомобилях аурус до для них вот закупит ауруса именно эта машина сейчас закоплена за председателем госдумы и соответственно вот вице-спикеры тоже будут на них ездить ну а те кто пониже уровнем соответственно это главы комитетов для для них будет предложен лада аура а у какой закон по науру да я честно говоря не слышала о таком автомобиле но оказывается есть такой автомобиль это vip и версия от автоваза вот такой вот лада аура будет у стоить уже сообщили это новый автомобиль он будет стоить сильно выше двух миллионов рублей да ну и вот да такой интерьер у него естественно ну как в обычному рядовому гражданину такое недоступно а вот депутаты пожалуйста вот лада аура слушать на то что рядовому гражданин недоступны сегодня в основном ничего гражданину недоступно но даже в это верится с трудом да что депутаты которые привыкли к роскоши которые привыкли к соответствующему уровню и безопасности и комфорта и всего остального что они будут ездить на отечественных машинах да скорее повериться в то что депутаты найдут какие-то обходные пути помните как когда-то губернатор не помнишь это за регион был единорос рассказывал о том что он давно вообще ездит на отечественном машине у него там значит я сейчас не помню киев что ли ли это toyota или что-то еще российской сборки вот российская машина кто-то проявил смекалку и начал закупать эти автомобили в лидинг чтобы они вроде как уже не его вроде как они значит там как-то по другому числятся и по бюджету это никаких нарушений не дает поэтому разговоры о том что они их пересадят до депутатов и министров там и другие так далее пересадят на российские автомобили мы это слышим уже не не первый год так вот сейчас это скорее даже вынуждены обстоятельства потому что из-за санкции да я в том числе параллельным импортом не все можно завести поэтому вот нам рассказывают сейчас очень интенсивно из раза в раз что нет это будет отвод а можно спросить когда но действительно да если мы говорим о какой-то задачи которые берет на себя власть ну какие-то и должны быть сроки даже президент на эту тему не разу не раз уже высказывался боссы ныне там поэтому разговоры о том что нет все нормально но хочет спросить а когда вот это все нормально будет во-вторых да когда мы говорим с вами о каких новых мифических автомобилях но мы же с вами видим машину москвич да они нифига никакая не российская это китайский автомобиль который полностью готовый сходится конвейер у которого колеса откручивают в таком состоянии заводит в россии здесь колеса прикручивают российские шильди которые тоже в китае кстати делается и оуаля это российская машина это не это не так это профанация это попытка навязать нам иллюзию что министерство промышленности и торговли правительство и вся всемогущая российская власть может какой-то какую-то задачу достичь это это не так они не достигли этого они не организовали здесь собственное производство потому что производство предполагает создание комплектующих а на этих автомобилях да я не знаю что это за машина но мне не будет никаких сомнений я не удивлюсь по крайней мере если это тоже какая-то китайская или там какая-то другая иностранная машина с российским шильдиком лада что здесь за панель она российского производства двигатель там внутри он российский а колеса резина которая здесь делается российская а электроника провода и чипы они российские или все это привезено из рубеж и здесь собрано знаете даже так наверное кто-то сказал бы не самый плохой вариант даже так сказали бы ну хотя бы значит вот не полностью локализованная в меньшей степени локализован хотя бы сборка здесь полностью происходит кто-то мог бы отчитаться там заявить о том что рабочие места созданы какой-то там значит прибавочная стоимость там что-то прибыль там и начисление в налоге это это и так далее но в реальности мы видим что даже этого организовать не могут если мы говорим все-таки российских задачах у нас нам объявляли совершенно другое нам говорили 2004 в 2014 году когда впервые заявляли о программах целевых по импортозамещению о том что россия будет обеспечена всем необходимым прошло 10 лет кто в россии будет нести персональную ответственность за провал этой программы что у нас в процентном соотношении с лекарственными препаратами с медицинским оборудованием что у нас там не за протезами или может быть какими-то там медицинскими значит ну что товара да которые без которых не может обойтись граждан если там не вопросах медицины тот же автопром тот же авиапром на это же выделяли колоссальные деньги эти деньги распилили или неэффективно потратили или эти деньги вложены мы увидим какой-то результат где а элементарная прозрачная хотя бы какая-то отчетность что налогоплательщики вложились вот в эти направления и получат в хотя бы в перспективе но какой-то видимый результат нам сейчас опять рисуют мифические замки говорят вот у нас алада аура не никто в россии про это не слышал оказывается и уже выпускают оказывается это автомобиль уже полностью спроектирован сработан у него уже все комплектующие все нормально все производства уже налажены отлажены никто же в это не поверят просто очередные обещания за которыми мало что будет крыться да мало какие мы увидим реальные изменения депутатики как ездили зарплаты в 500 тысяч рублей с возможностью перелетом первым классом с бесплатными квартирами в столице со служебными автомобилями с водителями с пенсией в 70 процентов от оклада нормально депутатские оклады 70 процентов немножко больше чем у всех остальных граждан и другие плюшки в виде закрытых больниц своих ведомственных учреждений где нет у нее очередей не проблем с медикаментами не ну как у граждан тоже есть закрытые больницы слушай но действительно видите как как не поспоришь такими формулировками одним вершки другим корешки